От креста до креста 170 километров вокруг Забайкальской столицы. Именно такой маршрут наметили крестоходцы Читинской и Нерчинской епархий. Впервые глава Забайкальской митрополии, священнослужители и казаки Забайкальского казачьего войска решились на многодневный конный крестный ход. У поклонных крестов и назначенных для забайкальцев точках будут служиться молебны. Вот и перед началом непростого пути в женском монастыре в честь всех русских святых отслужили молебен. Первый крестный ход, и поэтому мы не ставили задачу массовую. Наоборот, к карьере мы подходили достаточно требовательно, чтобы отобрать участников. Поскольку это испытание. Испытание и для людей, но это испытание и для лошадей. Потому что лошади с разных мест, они еще друг к другу не привыкли. Могут быть и с лошадьми какие-то проблемы. Тем более, все-таки непростой переход. Пять дней на лошадях есть о чем подумать, помолиться. Думаю, что это будет полезно и для нас, но и для Забайкаля в том числе. Сентябрьские золотые леса, тихие зеркала озер и рек, горные хребты и долины. Сопричастность к творениям Божиим для православного человека всегда неизъяснимая радость. Красота, величие и тишина невольно рождают в душе молитву, которая и способна призвать небесную благодать на наш земной мир. По дороге идем, молимся. Тяжело, я бы не сказал, потому что много радости. Мы очень рады. Это крестный ход, поэтому мы все молимся, как на любом крестном ходе. Пусть будет он пеший, либо он иконный. То есть, конечно же, это всегда идет с молитвой. Несмотря на мозоли и усталость, на привалах первое внимание лошади. Каждый по ведру влажного подсоленного овса для подкрепления сил. А уже через несколько минут снова в молитвенный путь. В поселениях, через которые пройдет крестный ход – Смоленко, Черновский, Ингода, Домно, Севяково и другие – состоятся встречи с жителями, посещения социальных учреждений, миссионерские беседы, мероприятия трезвеннического движения. Почтут подвижники память казаков-первопроходцев на историческом месте пребывания Петра Бекетова в паде Рушмалей. У казак, без веры не казак, соответственно, без молитвы тоже нам никуда. Без Бога не до порога. Еще Наполеон восхищался русскими воинами-казаками, легкими, отважными и стремительными на своих скакунах. Но сила Руси всегда была в вере. За укрепление истинного православного духа, возрождение добрых казачьих традиций, готовы православные христиане сегодня на труды и молитвы. Завершится крестный ход так же, как и начался у поклонного креста, только в другой обители Забайкалья, в мужском Свято-Успенском монастыре. Студия «Слово» Забайкальской митрополии.